Всем привет, с вами снова Эльпака, и сегодня мы с вами поговорим о такой немаловажной теме с нашим АКМПС, как сэмплирование. Собственно говоря, я решил разбить эту программу на два выпуска, потому что один получится часа на полтора-два, наверное, и это, наверное, несерьезно. Но никто не будет столько рассмотреть, как выяснилось. Поэтому у нас будет два выпуска. Сегодня мы поговорим непосредственно о самих вариантах сэмплирования. Ну а поможет нам в этом наш Барри Иванович Файт. Ну а пока он играет, я расскажу вам о тех базовых функциях, которые выполняют сэмплирование в АКМПС. Наверное, ранее сэмплирование в основном означало сэмплирование как раз винила. Ну, что это означает? Означает, что брали какой-то кусочек и, соответственно, дальше с ним манипулировали, нарезали его, либо использовали полностью, делали сверху бит. Так, собственно, появился хип-хоп, так, собственно, появилась мода на АКМПС и на все эти девайсы. И по понятным причинам это стало самым главным путем использования. Чоппинг, слайсинг и так далее. То есть, ну, то, что называлось тогда, когда-то, 20 лет назад, нью-скулом, оно вот представляло себе именно такое. Резанный сэмпл, хорошие биты, все это приправлено красивым там в АКМПС 60, 3000, буквально там, не знаю, 12-битным звуком. 16-битным потом, то есть, ну, немножко при low-fine и так далее. То есть, ну, тот самый классический звук хип-хопа, который мы знаем. Однако сегодня к нам прибавляется еще множество необходимостей. Например, сэмплирование синтезаторов или живых инструментов, там, не знаю, гитары, запись перкуссии и всего остального. И для этого мы тоже можем использовать АКМПС в качестве такого аккумулятора всего этого, девайса, который может делать нам целиком аренджировку из всех этих звуков. Соответственно, путей сэмплирования в АКМПС как минимум два. Первый путь, я о нем много раз говорил, это путь через аудиодорожки. В чем особенность этого пути? Она заключается в том, что у нас АКМПС позволяет сделать на одной секвенции 8 аудиодорожек. Соответственно, когда мы создаем секвенцию 2, там появляется еще 8 аудиодорожек. Ну, и далее, пока мы не перегрузим, собственно, память нашего АКМПС. Эта самая, каждая зима дорожек, она ограничена длиной вашей секвенции. То есть, с секвенцией 8 баров и дорожка будет такой же длиной, с секвенцией, там, не знаю, 32, там, 100 баров, то и аудиодорожка будет такой же длины. В чем прикол? Ну, я уже раньше рассказывал, дело в том, что с помощью этих аудиодорог, в принципе, с помощью возможности автоматического мониторинга, можно использовать наш АКМПС в качестве так называемого лупера. Ну, у тебя с известной машинки лупера есть от BOSS, которые часто используют лайф-музыканты. Это очень удобно, то есть ты записал дорожку одного инструмента, второго, третьего, записал дорожку вокала. Вот такая, ради бога, на 8 дорог такой вот лупер вам предоставляет, пользуясь я не хочу, что называется. Это вот, грубо говоря, один вариант. Естественно, в этой аудиодорожке с ней можно делать там все, что угодно. Ну, то есть, там, пилить, чопить, резать и прочее, прочее, прочее. Ну, а второй вариант, собственно, использования, это непосредственно использовать сэмплер. И сэмплер сам по себе дает тоже несколько вариантов записи этих сэмплов, то есть, там, сэмпл целиком, сразу его слайсить или сразу делать чопы в программу. То есть, ну, грубо говоря, этих вариантов достаточно много. Мы сейчас о них поговорим подробнее. Давайте-ка с вами пойдем в наш клоузарчик. Итак, как я уже говорил, сэмплировать можно двумя вариантами. Ну, первый вариант, он гораздо проще. Он больше подходит для сэмплирования каких-либо, ну, допустим, синтезаторов. Объясню сразу, почему. Дело в том, что он, как бы, цикличен, да, и мы должны точно знать, что мы пишем вот именно этот луп. На самом деле, можно писать не только синты, можно писать какие-то инструменты, типа гитара там или чего-то такого. Но, в целом, он идеально подходит для того, чтобы прописывать, как бы, партии, о которых мы заранее знаем. Он находится вот здесь, вот эта аудиодорожка. Соответственно, как я показывал, таким образом можно раскрыть ее содержимое. Здесь мы видим, собственно, само поле, где будет записываться это самое аудио. Вот, допустим, возьмем наш скульпт. Вот. Его. И, допустим, мы хотим его прописать в наш Акай какую-то партию. Как это происходит? Смотрите. Мы выбираем MIDI. В MIDI мы выбираем MIDI программу. Затем здесь мы выбираем нужный нам порт в цепочке. В данном случае, если вы помните прошлую передачу, то вот этот порт был задействован на целую цепочке синтезаторов. Чтобы все запустить, нужно запустить их сразу несколько штук. Ну, попробуем, да? По-моему, он у нас номер два. Порту номер два. Проверим. Вот он у нас звучал. Теперь мы идем в Paid Performance. Убираем какой-нибудь скейл. Типа тут вот, допустим, в данном случае, Ля минор. Как мы это слишком. Допустим, так. Уберем какой-нибудь приличный темп ударов так 100 в минуту. Выставим поменьше баров. Идем в Paid Performance. И что-нибудь запишем. Ну, допустим, так. Лишний бар записался. Да бог с ним. Чтобы все красиво звучало, сейчас какой-нибудь минимальный драмочек запишем. Ну вот, все играет. Видите, играет драм. И играет у нас на входе синтезатор. Теперь смотрите. Мы идем в аудио. Включаем глаз. И здесь интересный параметр. Называется монитор. Как работает монитор? Монитор работает так, что все, что посылается на входящий сигнал наш АКАЙ, мы это все слышим, в общем-то, в динамиках. То есть вот отсюда. Из нашего выхода в АКАЙ. Когда он выключен, мы ничего не слышим. То есть что-то будет записываться. Ну, допустим, я сейчас включу. Видите? Ничего здесь на входящем сигнале не происходит. Когда мы включаем монитор, происходит мониторинг. Вот он. Мы видим уровень сигнала на входящем сигнале. Монитор бывает просто включенный и еще бывает в режиме авто. В режиме авто это когда он автоматически сначала проигрывает музыку, а потом, когда он записывает дорожку, он продолжает писать уже, то есть проигрывать уже звук не с входящего сигнала, а именно с дорожки. Вот, собственно, дорожка. Для того, чтобы начать на нее писать, видим, здесь выставлено аудио один, кстати, аудио дорог можно выставить. Ну, пока один, но на самом деле создать их можно всего восемь. Это в стендалон режиме, а в режиме контроллера там, по-моему, это вообще ничем не ограничено, только там ресурсами компьютера. Итак, я люблю работать в режиме просто монитор включен. Выставляем здесь рек. Кнопка рек загорелась красным. И запускаем запись. Вот она у нас готова. Теперь мы можем здесь, где у нас в MIDI принимает участие, там иди дорожка, с теми нотами, которые, в общем-то, играли у нас в синтезаторе. Мы ее бьютируем. Она у нас больше не играет, синтезатор у нас больше не часто в процессе, но звук у нас остался. Переходим в режим аудио. И мы видим, звука нет, потому что включен монитор. В режиме, когда у нас монитор выключен, мы получим звук. Вот он. Собственно. В режиме монитор авто происходит то же самое. То есть, пока мы пишем, он работает как мониторинг, когда мы переставим писать, он автоматически проигрывает то, что мы записали. Таким образом, как вы понимаете, мы можем использовать наш AKM PC как купю. То есть, например, мы выбираем следующий аудиотрек. Трек номер 2. Вот у нас появляется. Включаем на нем авто-мониторинг. Включаем на нем Rack. Здесь выбираем, например, какой-нибудь третий канал, выставляем, первый канал. У нас на первом канале включена наша Артурия. Выбираем Pet Performance. Допустим, сейчас что-нибудь на одной ноте проиграем. Не самый подходящий звук. Мы нашли подходящий звук. Пробуем что-нибудь записать. Ну, допустим, вот такое. О художественной наставляющей я сейчас не говорю. Включен Rack. Именно через Rack и Play Start мы запускаем. Монитор в авто. Все записалось. Идем в Main. Как каждый раз ютируем наш видеоканал. Получаем. Записанный звук. Отрубаем здесь Rack. Вот, пожалуйста, у нас есть две записи. На двух аудиоканалах. Соответственно, это можно делать непрерывно, там, в режиме онлайн. Понятно, то есть, ну, как работает лупер, какой-нибудь босс и прочие девайсы. При этом обратите внимание. Тот драм, который играют, ну, я имею в виду барабанчики, они тоже играют. И он сюда не примешивает. То есть, иными словами, вы можете сделать какую-то ритм-секцию, а потом спокойно писать сюда вашу гитару. И она точно так же будет записываться чисто. А барабаны ей, собственно говоря, мешать не будут. И, на самом деле, в этом заключается, ну, как скажем, определенный кайф этого устройства. В принципе, все можно писать вот так вот постепенно, послойно. Именно инструменты звуковые, то есть, это синтезаторы, это, возможно, там, какие-то, не знаю, живые инструменты, перкуссии в микрофон, там, ну, все, что угодно. Все можно писать в аудиодорожке. Еще раз напомню, что размер аудиодорожки, он равен вот количеству, вот здесь у вас баров. То есть, когда мы запускаем MIDI-режим, вот здесь у нас 4 бара. Если мы поставим, например, 8 баров, то у нас, собственно, аудиодорога. Видите, вот половина есть, а половина нет. То есть, ну, грубо говоря, она следует тому количеству баров, которые у нас указывают в секвенции. Будет 32, будет аудиодорога в 32 бара. Ну, в общем, это не суть, что важно. Гораздо важнее уяснить, что вот можно сэмплировать в аудиотрек непосредственно. Но это то, что касается инструментов. С инструментами здесь легко. Однако, если, допустим, вам нужно прописать какой-то хвост у этого инструмента или засэмплировать какую-то пластинку, здесь у нас вступают уже вот права наш сэмплер. Как работает сэмплер? В самом базовом режиме здесь есть, собственно говоря, счетчик, это понятно, длина сэмпла, и вот здесь максимальная длина сэмпла. Этот параметр мы, в принципе, можем менять. Видите, здесь написано Q3, Q4, да, они вот. Q3 и Q4 минуты-секунды. То есть, мы можем таким образом менять, в принципе, длину сэмпла. Речь идет о максимальной длине сэмпла, то есть, АКА типа его ограничивает. Это, как бы, несет с собой две таких функции. С одной стороны, это функционал, связанный с теми АКА, которые были раньше, ну, грубо говоря, оперативная память была сильно ограничена, и большой сэмпл туда просто невозможно было записать. Но, с другой стороны, это как бы и нас ограничено, потому что здесь тоже оперативная память ограничена, хотя ее сильно больше, но, тем не менее, и возможности совсем другие. Для чего нам нужен этот режим? Если мы говорим, опять же, например, про вот этот синт, то у него есть определенная реверберация, хвост, который, естественно, при записи в аудиодорожку, он не запишется, то есть, последний нот будет без хвоста. И для этого очень удобно использовать вот этот сэмплер. Ну, то есть, в том базовом варианте еще пока не настраивать здесь никаких параметров, ну, кроме вот длины сэмпла. Что мы делаем? Мы идем в миди, и, ну, допустим, у нас есть же аудиотреки, да, и мы сейчас этот аудиотрек немножко потушим, то есть, мютируем. Раз, два, чтобы они нам не мешали. Мы идем в мейн, нажимаем миди, где там у нас трек, который у нас игрался с скульптом, по-моему, это был первый трек, да, у нас мютируем, мы его анмутируем. Вот мы опять слышим скульпт. Мы идем в сэмплер, и делаем здесь рекорд, и еще раз, оп, и нажимаем. Далее мы здесь выбираем его имя, название программы 1, assign to pad 1, ну, и, соответственно, keep. Дальше мы идем в мейн, и вот оно. Вот он наш наглядный записанный сэмпл, как видите, со всеми хвостами. То есть, чтобы вы понимали, когда мы идем в сэмпл этот, вот он у нас, с, да, мы всему подрежем немножко старт, чтобы он начинался у нас сразу. И далее, видите, вот он тот самый хвост, о котором я говорил. Ну, концовочку мы сейчас ему тоже подрубим. Получается примерно так. Соответственно, дальше мы можем его использовать. У нас аудиопрограмма все заглушена, да, мы берем его, делаем. Вот он у нас сыграет. Правда, одновременно с миди-программой. Миди-программу сейчас муитируем, и получим примерно то же самое. Вот как-то так обстоит дело с сэмплированием синтезаторов. Два пути. Либо путь через аудиотреки, либо путь через сэмплер. Что еще можно рассказать про аудиотреки? Здесь есть определенные возможности по их редактированию. Это, например, стрелочка мы выбираем, собственно, тот аудиотрек, который будет дебрикатировать. Чтобы вы понимали, сюда можно как бы несколько аудиотреков положить. Как это делается? Очень просто. Грубо говоря, мы сейчас снимем выделение, дальше будет browse sample, например, мы что положим сейчас какую-нибудь вот здесь вот есть. Trap, Stap, бамс, и дует. И вот у нас тут Trap, Stap еще примешался, да, как бы нужно нам или нет, это вопрос другой. вот он здесь есть, вот он нам немножко, как вы видите, ранее-транее загруженный трек, соответственно, undo его отсюда. То есть, мы сюда можем наложить какое-то неограниченное количество всевозможных звуков. Это первое. Второе, соответственно, reverse, обернули звук, да, там, mute, понятно, warp, я вам тоже рассказывал, когда мы с вами говорили о бита. Warping, это когда у нас понижается или повышается pitch, при этом сэмпл остается одной и той же длины, либо же наоборот, когда мы растягиваем, растаскиваем или сужаем сэмпл, а при этом pitch не меняется. Собственно, это все warping, можно делать прямо отсюда. Fade in, fade out, я думаю, тоже очень понятные процессы, да, это вот, собственно, приглушение, начала и конца. Level, уровень, это просто, как вы видите, манипуляция с громкостью. При warping здесь помечаются еще 7, fine, 7, как я раньше говорил, уже это нота, fine, точная подстройка, ну и BPM, можно выставить тот BPM, в котором записан sample для того, чтобы затем его уже менять. Что еще можно делать? Вот здесь есть, собственно, кисточка, которую можно просто двигать, стрелочки, типа руки, есть мютирование. Зачем нужно мютирование? На самом деле, вот мы, допустим, вырезаем куски, и эти куски можем каким-то образом мютировать, микшировать и так далее. Ну, ножницы, понятно, это просто, собственно, сама нарезка. Delete, ну, тоже, собственно, понятно, как работает. Ну, и авторучкой можно тут что-нибудь дорисовать, если ему это нужно будет. Дальше здесь есть, видите, Duplicate, то есть, дуплицирует sample, естественно, все, что мы тут натворили, аккуратненько уберем. Мы с вами помним, что у нас на самом деле дорожка немножко длиньше, чем записанный sample. И мы можем его дуплицировать туда, например, нажимаем duplicate и получаем, собственно, sample туда. Вот он у нас дуплицировался, точно такой же sample. split это склеить два sample, то есть, если мы погрузим еще один sample, мы можем склеить. Редактировать start, редактировать end и ночь, собственно, двигать. Сейчас выделен вот тот другой sample, видите, он у нас двигается. Если мы, соответственно, выделим вот этот sample, то у нас будет он двигаться. Может редактироваться start или его конец. Don't snap означает, ну, не соединять. Через shift появляются еще первые опции cut, copy, past, clear auto, это означает стелеть автоматизацию, ну, и solo, противоположных ньют, а также тайм-коррекция, которая работает, собственно говоря, во всем окая, примерно по одинаковому алгоритму. Но в данном случае тайм-коррекция больше всего нужна вот для чего. Видите, написано 1,6-1,4-я на самом деле способ нарезать. Например, если мы выставим 1,6-4-ю, то нарезать у нас будет вот такими вот маленькими барами. А если мы здесь выставим 1,4-ю, то нарезка будет вот такими большими штуками. То есть, в данном случае это хорошо использовать для этих всех манипуляций. Ладно, сейчас мы это все сделаем ванду, так сказать, вернем изначальное состояние сэмпла. как-то так. Теперь давайте с вами все-таки займемся нашим сэмплером. Итак, в чем заключается прикол вот этой вот, собственно говоря, программы сэмплера? Ну, вот, про автосэмплер и его возможности я уже рассказывал. Сейчас стоит подсказочка. Собственно, вкратце, он посылает миди-сигналы на синтезатор, и синтезатор эти самые миди-сигналы возвращает обратно. Для чего это сделано? Для того, чтобы могли получить в итоге кей-групп программу. Я об этом подробно говорил в выпуске про автосэмплер и в выпуске про кей-групп программу. Там сейчас всплывут подсказочки. Итак, нас больше интересуют настройки самого сэмплера. Как я уже говорил, вот здесь можно настроить максимальную длину. Это вот у нас минуты, секунды. Это максимальная длина сэмпла, которая обусловлена, ну, видимо, она пришла к нам из прошлого и, собственно, ограничивает объем оперативной памяти, которую мы можем использовать. Ну, в таком духе. Если это видите, тоже есть кнопка мониторинга. Мониторинг включен, мониторинг выключен. Это можем ли мы или не можем слышать то, что у нас записывается в пластинку. Что здесь еще? Сразу можно выбрать какой-то insert. Ну, например, почему нет? И, соответственно, выход и режим стерео либо моно. Пойдем с первого режима. Режим sample. Это просто запись sample, с которым ничего не происходит. Мы нажимаем здесь record, он пишет waiting for signal. Как только он услышит сигнал, он будет писать. допустим, так. Далее мы видим опцию save, просто сохранить. Назовем ее как-нибудь br1. Программа, в которой все это должно записаться, допустим, программ номер 2. Сразу есть assign to pad, допустим, для разнообразия pad номер 2. Дальше видим play, можем проиграть discard, это удалить все, keep, собственно, сохранить, edit, сразу пойти в editor. Нажимаем, допустим, keep. Идем sample editor, и вот у нас sample. Сейчас мы здесь всю шуршалку сразу приберем. Все работает. Про устройство, собственно, вот все это панели мы с вами поговорим в нашем выпуске под номером 2. Пока мы остановимся именно на самом сэмплировании. Что далее? Режим slice. В этом режиме мы можем сразу нарезать sample так, как нам нужно. Ну, допустим, запускаем наш винил. как-то так. Здесь мы видим режим сэмплирования, без non-distractive slice, pad параметры и так далее. Ну, pad параметры имеется то, что записывают какие-то параметры. обычно мы используем non-distractive slice. Я потом объясню об этом подробнее, когда будем рассматривать непосредственно режим редактирования сэмплов. А пока видите, здесь появилось create вместо keep. Создать. Создаем. Создали. Теперь мы идем в sample editor. И вот что мы видим здесь. Видите? Раз, два, три, четыре. то есть sample у нас сразу порезано. кстати, нашему sample присвоен следующий номер. Когда мы пишем цифру 1, видите, автоматически возникает циферка 2. Идем обратно в sampler. Следующий режим. Под tab. Этот режим предполагает, что здесь мы пишем регионы тогда, когда нажимаем tab. То есть что-то близкое к нарезке, но он будет писать, но не в слайсе кусочки, а непосредственно саму программу. Смотрите. Готово. Что у нас получается? тем сампл-эдитар вот он BR3. Видите, в режиме триммера у нас по-прежнему все ровно. Мы можем тут резать. А вот в режиме программы у нас все эти кусочки. Видите? Они ровные. Чем отличается этот режим, я потом объясню. Но тем не менее мы идем сразу в программу. И вот у нас все эти кусочки готовы. зададим следующую программу. Идем обратно в сэмплер. Pet Hold. Pet Hold будет записывать, пока мы удерживаем Pet. При этом не обязательно их ставить подряд. То есть, грубо говоря, он может вырывать только какие-то конкретные кусочки. Смотрите, как это работает. Запускаем в нашу пластинку. сэмпл-эдит. Сэмпл-эдит. Смотрите, что у нас получается. Видите? Кусочек, с которого начался. Теперь смотрите. Не подряд. Как видите, все работает следующим образом. То есть, мы записали конкретные регионы, которые нам нужны. Естественно, мы можем их отредактировать. Так нам будет нужно. Это базово то, что можно делать, собственно говоря, из нашего сэмплера. То есть, мы с вами обсудили все вот эти четыре возможности. Сэмпл просто пишет сэмпл. Слайс сразу режет его на кусочки. Так как, если бы вы это послайсили в сэмпл-эдитере. Подтап здесь по принципу тапнул, он пишет регион, тапнул следующий, пишет следующий регион. И вот эти регионы потом в программе сразу видно. Похоже на слайс, но только в самой программе. То есть, они там выступают в роли как бы отдельного сэмпла. При этом, в режиме, например, когда мы сделали слайс, то при преобразовании программы у нас здесь только, ну, грубо говоря, слайсы. А в режиме подтап мы там другие пэды можем догрузить любые другие сэмплы. И на самом деле это довольно удобно, потому что, в отличие от того, что нам дает слайсер, в режиме программы, грубо говоря, мы гораздо более разноображены. Здесь, например, могут быть сэмплы, а здесь, например, могут быть биты. И мы можем это все использовать в рамках фингердраминга. Ну и в режиме подхолд он пишет тот регион, который мы вот держим на пэде. То есть, мы нажали пэд, держим, он регион, собственно говоря, записывает и потом, опять же, воспроизводит. При этом, в режиме подтап и подхолд он все равно пишет весь сэмпл. корректировать у вас ничего никуда не денется. У вас весь тот сэмпл, который вы записали, он у вас сохраняется. Это очень удобно. Также, должен рассказать об одной очень интересной особенности. Смотрите. В сэмплере, когда мы включаем любой из режимов, там подтап, подхолд, у нас появляется кнопочка слайс плюс. Объясню, что такое. То есть, мы одновременно пишем подтап и одновременно можем слайсить. Смотрите. Работаем с подтап, да? Ну, допустим. Идем с ампл-одитором. Вот что у нас в режиме программы. Тот подтап, который мы записали. А если мы пойдем в слайсер, то мы увидим здесь слайсы, которые мы записали. Собственно, эти слайсы мы и сделали с помощью вот той самой кнопки слайс, которая появляется в этом углу. Тоже очень удобно, потому что в режиме сэмпла тоже можно, так сказать, наделать определенных слайсов вот этой кнопочкой и все получится. Ну, чтобы вы понимали, да? Вот кнопка слайс. Нажимая на нее, мы делаем еще и слайсы. Для того, чтобы вы понимали, существенное отличие в сэмпл-одиторе программы там от триммера и чоппера, оно заключается вот в чем. Видите? В программе, грубо говоря, я здесь, вот, например, этот пэд могу заменить на любой другой сэмпл. Например, вот на этот. Дальше могу работать с программой. Если мы говорим про режим триммера или чоппера, то все, у нас программа занята. То есть, вот наш раздел. Сюда дальше можем только дальше резать. мы не можем использовать титпэды каким-то образом иначе. Но зато здесь у нас есть ряд других возможностей, таких как разрезка по EPM, по регионам, по треш-холду. В общем-то, я об этом более подробно опять же расскажу в следующем выпуске. Ну что, на этом, наверное, все. Я, в принципе, все, что хотел сказать именно о самом процессе записи сэмпла я вам рассказал. В следующем выпуске мы с вами поговорим о том, что мы с этими сэмплами далее можем делать. И это опять будет такой достаточно большой выпуск, и к этому можно относиться, в принципе, как к отдельной программе на KMPC, хотя это является, собственно, подразделом драм-программы. До новых встреч!